Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу предложить вашему вниманию изготовить мушку. Мушку, как муха, не совсем вот такую, которую я изготавливал из пера CDC и антрона. А попробуем изготовить простой вариант, такой, чтобы можно было ее изготовить самому дома. Давайте приступим. Я взял крючок, это не реклама, фирмы Strike. Номер у меня 14. Ниточка где-то 10.0. В самом начале, для того, чтобы нитка у нас и тело не прокручивались на нашем крючке, промажем немножко клеем. Если у вас нет такого крючка, его можно слегка нагреть и изготовить по форме с другого крючка. Или же, если есть возможность, взять ТИМКО 200Р, начиная с 10, 12, 14 номер. Доходим до загиба. И здесь будем крепить первый материал, который у нас будет в работе. Это вот такая вот пленочка голографическая, которую выпускает очень много производителей. Я, в частности, пользуюсь сейчас фирмой Hands. Закрепим ее в конце нашей обмоточки, к самому загибу не доводим. Я не подрезаю, чтобы была форма. А закрепив, руками вот так немножечко ее протягиваем. Совсем немножко, чтобы можно было дойти до загиба. Оставляем. Теперь мы должны закрепить с вами пеночку. Я вот взял отрезок вот такой пенки, подготовил ее, слегка придав форму. И креплю ее в конце цевья, почти у самого загиба. Следим за тем, чтобы она у нас сложилась аккуратненько и никуда не уходила. Прихватили, посмотрели, как она у нас потом ляжет, наша мушка. Симпатично. Теперь мы промажем еще немножечко клеем. И закрепим следующий элемент. Это перышко павлина. Я взял парочку перьев. Вернее, парочку бородок из пера павлина. И креплю здесь же их. Они будут у нас служить телом. Довольно-таки магически действует вот такой оттенок материала на нашу рыбу. Доводим приблизительно пройдя две трети цевья. И оставляем. Перо я не армирую. Так как мы потом будем все это садить на наш клей. Слегка скручиваю и начинаю от самого крепления нашей пенки прокручивать, формировать тело. Можно использовать, если у вас имеется в наличии пенопропилен. Или же можно промотать также тоненькой пенкой. Но плавучести у нас больше чем достаточно. Поэтому я перо мотаю это только лишь для привлекательности нашей рыбы. Прошли приблизительно большую половину цевья. И в этом месте крепим перо. Остатки отрезаем. Теперь мы берем, примеряем еще наш чехольчик от мушки. Вот где-то выйдет вот так, чтобы было видно вам. И на месте крепления сделаем вот такую отметочку нашей ниткой. И теперь, для того, чтобы в дальнейшем нам пенка не мешала, я беру и удаляю слегка лишнюю пенку. Проверили. Вот как раз у нас хорошо. Теперь берем, промазываем нашу пенку. Клеим по центру. И приклеиваем поверху пера. Слегка натянув. Вот. Приблизительно вот так. Прихватили. Сильно не усердствуем для того, чтобы не повредить нашу пенку. И теперь мы немножечко вот так проматываем нашу пенку по цевью. Пока она нам здесь не пригодится. Но свою роль огрузочки, то есть положительной плавучести, она сыграет. Теперь мы делаем следующую операцию. Берем немножечко клея и промазываем спинку нашей будущей мушки. И берем нашу блестящую пленочку и вот так приклеиваем ее. Вот так, как видно. Приклеиваем ее сверху в натяжечку. На нашу спинку мушки. Промотали до места крепления. Остатки отрезали. Они нам уже не понадобятся. Теперь я беру еще два, две бородки павлиниевого пера. И креплю уже на месте, там где у меня была грудка. Будет вернее грудка. Прихватили. И проматываем. Промотали. Закрепили перышко наше. И остатки отрезали. В качестве крылышек я подготовил парочку перышек из отходов. Но как изготовить крылышки самому, я в одном из фильмов вам уже рассказывал. Вот я их подготовил по необходимой мне длине. Так как у мухи крылышки значительно шире, чем у осы, я их не сильно и подрезал. Самая нехорошая работа, это когда устанавливаешь крылышки. В идеале было бы их немножечко капнуть клеем и прихватить, прокручивается. Вот я закрепил крылышки. Теперь мы их аккуратненько подрежем. Чтобы не мешали. И, как вы видите, вот они имеют такую форму. Цвет, скажу вам откровенно, не имеет никакого значения. Потому что проверена рыба, когда кормится, она старается как можно быстрее схватить этот лакомый кусок. Потому что другие отберут. Я беру еще одну бородочку пера павлина. Креплю ее на месте крепления нашего пера. И делаю совсем немножечко, пару-тройку оборотов. Закрываю наши перья. Закрепили перышко. Остатки отрезали. И теперь наступает самый такой ответственный момент. Это крепление глазок. Я уже заранее подготовил из лески глазки. Покрасил их лаком. Подобрал, как мне нужно, по форме. И теперь буду крепить наши глазки. Промотаем возле колечка, чтобы слегка приподнять нашу пенку. И потом уже не возвращаться к колечку. Подмотали. Слегка придавим пенку, для того, чтобы она у нас стала немножечко податливее. И сделаем немножко уже ее. Вот приблизительно вот так. Теперь я беру наши глазки. И креплю на месте нашей грудочки. Достаточно будет только лишь прихватить, так как наши глазки будут подхвачены сверху пенкой и уже никуда не денутся. Теперь мы берем с вами клей. На место крепления глазок наносим капельку. И будем делать завершающий узел. Нанесли. Подхватили немножечко нашей пенки. Промажем нить. Подворачиваем пенку. Слегка ее подтягиваем. И в натяжечку вот так начинаем подматывать наши глаза. Пару-тройку оборотов будет достаточно. Делаем завершающий узел. Если у вас в домашних условиях, как вы можете сказать, не найдется такой пленки блестящей, я первое время использовал, просто брал нашу пенку, красил черным фломастером, и после этого и после этого я вскрывал лаком. Да, вот мы сказали, что мушка готова, а оказывается, еще не готова. Лапки мы еще не довязали. Поэтому не закрепим здесь самую тонкую нить. У меня она где-то больше 10.0. И вот у меня есть остатки вот такого черного пера. Нам буквально достаточно будет пару оборотов пера. И на место, которое мы сейчас намотали, добавим еще немножечко бородок пера. Промотаем. Вот так, да, чтобы пожирнее было. И крепим. Обычно я лапки делаю маленькие, с резинки, но в данный момент нет. Поэтому будем его изготавливать из пера. И в этом месте делаем буквально два оборота, больше не надо. Перо крепим. И отрезаем. Наношу на нитку немножко клея, чтобы потом меньше было. Мы не сможем из-за пера хорошо промазать наш узел. Поэтому я наношу на нитку. И делаем пару оборотов. Делаем завершающий узел. И нитку отрезаем. Вот так. Удалили. И теперь, для того, чтобы наши лапки смотрелись так, как положено, нам необходимо вот всю нашу верхнюю часть срезать. Поэтому мы берем прямо вот так вровень с нашими крылышками и срезаем. Обрезали. Посмотрели. И нижнюю часть наших перышек мы с вами возьмем и совсем вот так сделаем покороче немножко. Вот так. Раз. Вот. Вот так. И вот, как вы видите, теперь уже окончательно наша мушка готова к рыбалке. Желаю вам удачи. До скорых встреч. До свидания. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...